Школьные преподаватели, воспитатели детских садов, педагоги дополнительного образования, завучи, директора, все те, кто отвечает за систему образования Одинцовского района и в чьих руках находится будущее наших детей, собрались вместе в волейбольном центре. Педагогический форум – это отличная возможность не только обсудить насущные проблемы в сфере образования, но и подготовиться к новому учебному году, приобрести необходимые методические пособия, познакомиться с новыми тенденциями, да и просто настроиться на рабочий лад. У меня особая ситуация, я выхожу с декретного отпуска, поэтому мое волнение и трепет перед встречей с учениками особенный. Для меня это как будто в первый раз спустя три года, но я надеюсь, что опыт и приобретенные навыки никуда не делись. Каждый день имеет значение. Именно по таким лозунгам проходил августовский форум. Мы отступили от традиционной академической формы проведения педагогической конференции. В таком широком формате наша профессиональная встреча проходит впервые. А участниками форума являются не только педагоги и управленцы от образования. В ее работе также принимают участие родительская общественность. На форуме показали фильм, который подготовил телеканал Одинцова совместно с управлением образования. В нем рассказывается о достижениях школ, детских садов, педагогов и учеников. И их немало. Так, Одинцовский лицей номер 10 вошел в число лучших школ России, а Дубковская школа «Дружба» признана лучшей сельской школой страны. По итогам года Одинцовская система образования вошла в тройку лучших по Московской области. Наших педагогов отметят грантами на областном и федеральном уровне. Четыре педагога Одинцовского района получат грант губернатора и три человека получат грант президента. Глава района Андрей Иванов подтвердил, что система образования традиционно является сильной стороной муниципалитета. Но и здесь еще остаются проблемы. Самой главной для нас проблемой в системе образования по-прежнему остается наличие второй смены. Число обучающихся во вторую смену в нашем районе составляет довольно большую цифру. Это 6,9% от общего количества учеников. Снизить этот показатель мы планируем, во-первых, за счет строительства новых школ. Как вы знаете, в этом году достраивается школа в лесном городке, а в следующем году мы планируем открывать большую школу в деревне Раздоры. За последние два года построено 14 детских садов. Это позволило сократить очередь на 3000 человек, но полностью ликвидировать ее пока не удалось. Участники форума поделились и другими проблемами, с которыми им пришлось столкнуться. В этом году набор в первые классы показал несовершенство законодательных актов в части набора в первые классы. В учреждениях лынули дети с временной регистрацией. Учесть их невозможно, они не проживают по микрорайону, закрепленным учредителем в школах. В результате, например, у меня в лицее вместо трех запланированных первых классов четыре с наполняемостью 32 человека. Успехов в новом учебном году педагогам пожелали уполномоченный по правам ребенка в Московской области Оксана Пушкина, герой России, почетный гражданин Одинцова Лариса Лазутина и генеральный директор Мособулгаз Дмитрий Голубков. А популярный российский певец Денис Майданов вдохновил участников образовательного процесса на новые достижения своим творчеством. Дарья Киреева, Артем Ломоносов, Евгений Муравлев, телекомпания Одинцова. Дарья Киреева, Артем Ломоносов, Евгений Муравлев, телекомпания Одинцова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова